Так, друзья, всем привет! Меня зовут Алмиор. Просили гайд пороги. Это гайд пороги. Ну или как его плут ловкачность называют в этой игре. Со мной мой друг Бродяга. Бродяга, привет! Привет! Вот, поймал его, выдернул. Давно его не было. Вот. Он вам расскажет про этот класс. Он вам покажет себя, как говорится, и расскажет, что вам нужно знать про, скажем так, плута ПВЕ. Я так понимаю, что, в принципе, у тебя билд ориентирован на ПВЕ. Правильно, как мы с тобой разговаривали? В ПВП ты не ходишь? Нет, исключительно ПВЕ. Давай, знаешь, начнем с того, с чего начинают все, в принципе, игроки, когда создают персонажа. У меня, повторюсь, ну, может кто не знает, первый раз увидит это видео. Ну, я имею в виду, мой канал не знает. У меня канал ориентирован на данный момент на игроков, которые только начинают играть в игру. И мои видео, извиняюсь, мои видео предназначены для того, чтобы облегчить создание персонажа, создать, ну, то есть прокачку персонажа. И людям не делать ошибки, да, которые потом не придется исправлять очень жестко и очень нудно. Если здесь, там, какие-то видео смотрят какие-то имбы, да, там по 4000 УП, это видео не для вас, в принципе. Можете посмотреть, лайкнуть, там, написать комментарий, добавить что-то от себя, поправить нас. Если вы знаете персонажа лучше, чем знаем мы, конечно же, помощь только приветствуется. Но, пожалуйста, не зафукивать, не задизлайкивать видео, мы просто стараемся помочь новичкам, я еще раз повторюсь. Ну, и, в принципе, видео ориентировано на это. Ну что, бродяга, давай расскажем, что нужно делать, когда создаешь персонажа, какую расу выбирать. Я смотрю, у тебя человек. Ну, раса, в принципе, практически не имеет значения. Только надо учитывать класс, в котором ты играл. Я изначально играл темным эльфом, потому что просто раса мне это нравилось. Затем, для повышения урона я взял тебе человека, потому что билд идеальный мой, только с помощью человека достигается. То есть, ты предлагаешь сейчас брать человека. Идеально, чтобы по твой билд, который ты сейчас будешь раскрывать, да, он именно для человека предназначен. Да. Я вот в своих других видео по гайдам, ну, в принципе, и все ребята, с которыми я писал, там, Труап, Дерси, они все советуют сейчас, новая иногда универсальная раса, это Драконит. Они советуют Драконида. Что ты по Дракониту можешь сказать? Ну, Драконит мне как внешний, не нравится, если мне внешний что-то не нравится, я не буду играть в принципе. Ммм, просто внешность, да. А вот этот, его базовая, плюс три к мавычке и плюс три к шансу крита. Ну, это вроде так-то, по идее, хорошо, но все же, я думаю, плюс 9% к вихрю дуэлянтеру, на котором построен, практически половина моего билда, все же лучше. Ну, то есть, ты говоришь, что лучше взять все-таки человек. Это под ПВЕ, под ПВП, как бы ты... Да, под ПВП я бы взял все-таки, наверное, полурослика. Полурослика, ну, в принципе, все, там, за счет парирования, да, дополнительного. Так, давай сразу... Ну, самый маленький. По кубикам, да, создаем персонажа, выбираем человека, выбираем, ну, раз у человека, выбираем плута ловкача, и дальше у нас идет разброс характеристиков. Кубики. У тебя, я смотрю, основной упор идет на ловкость и вторичный обаяние. Почему не сила? Сила дает урон. Сила дает урон, но, как бы, рога всегда находится в боевом преимуществе, и если взять упор на боевое преимущество, все же выхлопа получается больше, чем сила. Сила хороша, если ты, ну, пока ты прокачиваешься, больше урона, а потом все-таки лучше перекинуться на обаяние. Также это дает дополнительное парирование, что, как бы, немаловажно, а у роги всегда достаточно парирования. Ну, насколько я понимаю, в этой игре парирование это то же самое отражение атаки, да, это половина твоего урона отражается, то есть, который по тебе шел, отражается противнику обратно. То есть, парирование это, в принципе, отражалка. Да, но на больших уровнях, если у тебя прокачано восстановление сил, парирование от обаяния так особо можно не учитывать, потому что, если ты идешь в мастер-режутчик и постоянно, как бы, прожимаешь неуловимость, тебе неважно это. Ну, это уже идут сами эти билды, это мы уже дальше об этом будем разговаривать. Ну, в принципе, понятно. Давай тогда знаешь, что давай сразу перейдем к навыкам, уже где-то здесь были они, ты мне скрины скидывал. Ну, ты выбираешь путь палача и путь идеала лазутчик. Вот именно твой билд, ты, как говорил, выставлен на лазутчике. Да. Дополнительные три очка вот эти за счет человека. В какую ты ячейку их вкинул? Потому что я здесь не могу навести. Надо было, наверное, тоже своим каким-то ловкачом хоть и мелким зайти. Там бы хоть как-то была картина, отображалась. Ну, это дает мне, как бы, в последней поломке и обучение про хвост взять на полную, и улучшенное коварное проникновение. Вот это пять внизу и три вверху, да? Пять из пяти, три из трех, вот это, в принципе, основном. Ну, вот три из трех обучения про хвост, оно и дает плюс 9 процентов. Квиш и биллянты, которые не выдвали вас в цель, а так как рога имеет самый маленький агр в игре, это я ему всегда плюс даю. Хорошо. По палачу, ты советуешь вот именно полностью все так, как у тебя выставлять, или ты бы что-то изменил? Нет, смысла менять что-то нет, потому что кривая ухмылка, которая у меня не прокачана, последний вздох, они больше котируются для пвп, либо когда ты бесспорный лидер по урону в пати, что сейчас очень сложно сделать, трогать. Ну, этот, опять-таки, уже идет сами ротации, наверное. В принципе, ты этот билд советуешь, да, ребята, те, которые будут качаться, ну, то есть вы можете вот этот скрин делать с этого, ну, с экрана, откладывать себе где-то. На данный момент у нас нету гайда на форуме, обычно я кидаю ссылки на форум. Возможно, бродяга как-нибудь у него появится лишнее время, он эти скрины, которые он поделал, он зальет к нам на форум, и там поделает, опишет какие-то минимальные описания. Я думаю, несложно будет тебе сделать скрины, у тебя уже есть, да. То есть от себя что-то добавишь, делаешь скрины, ну, вернее, зальешь их с этого же хостинга. И я потом подвяжу ссылочку именно под видео, в описании уже будет потом, возможно. Ну, на данный момент я буду выкидывать этот ролик, этого гайда не будет, поэтому скриньте. Экран, если вам интересен этот билд, сохраняйте у себя и выставляйте шаблон по этому скрину, соответственно. Давай дальше перейдем сразу к самим умениям уже. Ты посоветуешь что качать на троечку, на четверочку, вот у тебя есть, давай начнем с самого начала, да. Коварный розчерк, ошумляющий удар. Ну, коварный розчерк, как бы это просто мой выбор. Большинство могут использовать также стальное облако. Просто кроваворочек, он чем удобен? Когда ты качаешься соло, а здесь очень много кача соло. Чтобы не южить дуэлянт, потому что если ты делаешь третий удар, ты привязываешься и часто будет так, что ты моба уже убил, а дуэлянт все кастуется. Как бы для уменьшения времени можно убить просто тремя-четырьмя ударами розчерка и дальше побежать. Это для соло кача? Да, в основном. Я не стальное облако, даже если оно у меня стоит, не коварный розчерк в даджах не использую. Ну, это мы дальше опять-таки перейдем уже к самим ротациям. У тебя две ротации, ты расскажешь. Ошеломляющий удар. Ну, вот вообще, расскажи, что в первую очередь. Допустим, человек качает, он видно, где четверочки, где троечки, он будет троечки. Но когда он берет 70 уровень, у него там есть несколько очков, да, поначалу он только взял, которые он может разбросить на четыре. Вот основные, допустим, если я по берсту говорю, я там говорю, кинжалы, потом пассивки, они увеличат напрямую урон. Потом уже там, допустим, НБА или автоатаку. Ну, то есть такое, что ты посоветуешь вот именно сразу вот на четверку. Ну, must have, просто must have. Вот все билды. Три основных боевых умения, которые, если вы выбрали мастер-лазучик, это дымовая бомба, неуловимость и ошеломляющий удар. Что вам важнее? Если вы хотите, как бы, выживаемость, качайте неуловимость. Плюс одна секунда действия неуловимость. Если вы хотите больше урона, это ошеломляющий удар. Если вы хотите помогать своей команде, своей пати, в данжах это ошеломляющая бомба, ой, дымовая бомба, которая все-таки дает стан массовый и наносит приличный урон, даже если вы, как бы, не кританули. Хорошо, по пассивкам. По пассивкам у меня очень долго, как бы, менялся приоритет, но я все же остановился для себя на невидимом лазутчике и тактике. Тактика на плюс 4, она дает плюс 20%, плюс 20% или больше, я вот так и не посчитал точно, к приросту ОД. Если у вас хоть чуть-чуть есть восстановление сил, вы очень быстро всегда набираете ОД. Невидимый лазутчик это просто, используя идеальное умение, просто прочитаю характеристик, вы бы восполняете шкалу незаметности в течение 5 секунд после этого наносимый урон, будет повышен на 5%. То есть вы можете дать 2 прокаста за раз. Понятно. Ну а так я смотрю пассивок, а вот скрытая атака это для инвиза, да, чисто бегать, пробегать где-то. И подавляющая тьма на четверочке. Быстренько пробивать. И подавляющая тьма на четверочке, это если у вас очень хороший набор ОД, и вы можете поставить за место тактики подавляющая тьма для дополнительного урона из боевого преимущества. Ну получается тактик только на набор ОД. Если человек не ориентируется на набор ОД, можно ставить подавляющую тьму на даму, да? Как бы прокаст основной все равно завязан с ежедневным умением и чем чаще у вас будет ежедневное умение... Я сказал, что идеальное умение. Ежедневное это есть идеальное? Нет, ежедневное. Нет, ты когда читал... Ну ты читал невидимый лазучек вроде бы, там идеальное умение ты говорил. Да. Что-то прокаст зависит от ежедневки, нападения и засады в моем случае. Ну или если идет пока до босса, обычно пачки, массовая ПВЕ, смерч клинков. Чем чаще вы их южите, тем больше вы урон наносите. Соответственно, больше КПД для группы. Смерч клинков, я понял, ежедневочка. Ну это он когда прыгает, да, вот это по всем целям. Да, но он не все цели затягивает, он затягивает максимум 7 целей, и каждой цели ему на некоторое время дается могучка. Понятно. То есть даже вот я среди манекенов, если сейчас как бы дают эту ежедневку, у меня вот 21. Включусь. А ну давай юзай. Вот у меня 21. Ну я не успел поймать тебя, у меня подлогнуло. Ну понятно. То есть я два раза в 4 манекенов самудар. Поднял себе, да. И причем на 6 секунд точно я взял себе эту могучку. Это только с одного умения. Понятно. Так, ладно. Что ты еще можешь добавить от себя, пока мы не перешли к самим ротациям? Может по навыкам что-то или по умениям? По навыкам во вредители прокачал сияющие клинки. Это также на свободный удар на вихре дуэлянта. Так как мы всегда стараемся бить из инвиза, потому что дает стопроцентный крит. Проказ завязан на уроне из инвиза. Вот. Пока не заполнена шкала инвиза, ты наносишь на 5% больше урона свободными атаками. То есть вихре дуэлянта. То есть я понимаю ее сливать надо, да? Вот заполнилась она сразу сливать, чтобы повысить себе урон. Да, да. Желательно не держать ее. Если у вас, конечно, вот только-только сейчас откатится что-нибудь, можно бы придержать. Ну я понял. И еще. Так, ну давай тогда к самим ротациям. Ты мне скинул две ротации. А, стоп, ты мне скинул одну ротацию. Только двумя скринами. Может быть. Но там изменения нет. Изменяется только неуловимость на Блиц. А, да, я вижу. Ешечка, Ешечка, да. Там просто похоже этот идет, и все. Неуловимость, если вы беспокоитесь за свое выживание в массовом ПВЕ в данжах. То есть, как бы, можете умереть. А неуловимость практически делает вам на определенное время, определенное время поправлюсь бессмертным. Вот. А Блиц, Блиц-то, если вы идете с паладином, то есть, вы как бы не боитесь, что вы умрете с плюшки. То есть, если, да, Сахарев сразу за первым ударом. И уже, сдержит, да. Но также не забывайте про кувырок, уклонение. Как бы, паладин все-таки он хоть и толстый, там, урон забирает, но ему пролетает сюда, мама не горюй. Автоатака печалка? Это просто дополнительный урон. Автоатака и, так, вот, это вся автоатака. Не, я имею ввиду, что вот эти правая и левая кнопка мыши. Потому что ты к основному рассказываешь про боевые умения. Успеваешь ли ты юзать автоатаку вообще? Так, я в основном и бью дуэлянтом. Пока я, я стою под... Я стою под боссом, под мобом, на мне, на мне агро нет, я всегда, как бы, в дуэлянте. Как у меня что-то откатилось, я еду в проказ. Понятно, понятно. То есть, ты пассивки практически не меняешь, да, меняется одна вот эта ешечка, у тебя одна кнопочка. Можно, конечно, подумать по другим ротациям, если у вас немножко другой билд, или у вас что-то не хватает в ваших характеристах. Можно использовать казнь для большего урона в одну цель, но по мне, так я вам больше урона все-таки выдаю нападение засады. Казнь, чем хороша, если ее можно скастовать два раза, если у противника меньше 20% еще такой вопрос. Понятно, если, допустим, вот, например, тебе крикнули, блин, помогай, пошли на пвп, ну, надо, ну, один человек надо, идем, поможешь, чтобы ты поменял именно в самих вот именно боевых умениях, чтобы ты поставил скрытую атаку, наверное, да, пассивку? Ну, здесь я бы все-таки, наверное, звезды не стал бы ставить, я бы поменял на все-таки тактику, на подавляющую тьму, поставил бы за место дымовой бомбы удар тени, ну, это в зависимости тоже от роли, который мне будет приписывать команда. Ну, как бегать вон визию, охватывать точки, отбивать там соло, кошмарить, ну, что обычно делают, плуты? Ну, отбивая точки, соло бегать в моем билде никак, потому что у меня очень короткий дверь, он хватает только, как бы, на проказ для моего урона. Ну, допустим, вот ты же тоже делаешь квесты, да, долина ледяного ветра, там бывает, что борьба идет за лед, ты же, в этом же самом, тут вообще ничего не меняешь, да, ты вот идешь туда, и, допустим, ты не срокуешься никаким ударом. Ну, если я знаю, что я сейчас попаду на ПВП, я заменю дымовую бомбу все-таки на удар тени, чтобы проказ был лучше. А дымовая бомба, разве она не, этот не замедляет очень жестко, когда извезли замедляет, но очень мобильных противников сложнее попасть. Ну, понятно, короткий. Если противник умный, мобильный, то, как бы, он и вернется. Понятно. Ну, ладненько. Так, что, давай теперь тогда посмотрим по твоей одежде, беже, поговорим, потому что, в принципе, навыки мы показали, ротации мы рассказали, умения тоже затронули, все, скрины есть. Я, возможно, даже эти ссылки на скрины выложу под видео или выкладу, как там правильно говорится. Не важно. Так, давай, перейдем сразу, в первую очередь, наверное, это пойдет сет, сет лоста. Must have? Да, конечно, must have для роги. Пока ничего нет на замену. Кольца стандарт, стак могучка, стак крит? Нет, у меня не крит, у меня восстановление сил будет, у меня, правда, сейчас нет. у меня стоит на крит, но как только я выберу плюс 4 на восстановление сил, я себе поставлю его. Вместо крита? Да, вместо крита. Вполне, плуту хватает 50, 52% крита, которые на мне сейчас есть. У меня 53,5, но это не важно, плюс-минус 1%, даже 2, 3, это особой роли не играет. так как мы бьем, стараемся из инвиза, у нас всегда критический удар. Ну, там всегда критуют, да? Оружие зла. Оружие зла. Ты говорил про реген от D, кстати, вот сейчас перебью тебя, потом сам уже дополнишь, все, про реген от D, почему не огненное оружие, там большой реген от D идет? там реген от D идет просто ежеднев. А урона все же больше у махайра зла, то есть у оружия зла, не выговорить как-то браспи название. Там дается много могучки, за счет стаков просто на нем много могучки. Вероятность крита и восстановление сил, все три характеристики мне нужны. Ну, ты не рассматривал вариант как огненное? пушки. все-таки стаки оружия зла лучше. По экипировке по твоей драконье племя, полностью все драконье племя. Да, драконье племя на восстановление силы. штурмовое стихийное, это улучшенные, да, я так понял уже. Да. И штурмовой жилет, штурмовой, штурмовой, все штурмовое. Да. Ты не придерживайся, что одну шмотку там можно дрову поставить или еще что-то там изменить. Мне это толком. Так, смотрю, у тебя на восстановление да, бронька идет. А так, сет, именно, айтамовой, которая дает больше восстановления. восстановление силы больше, быстрее восстанавливается, и быстрее восстанавливается, АД быстрее, как бы, откатываются скиллы, соответственно, это больше рано на нас. Так, ну, артефакты, артефакты ты будешь какие-то менять? Возвлечать охотникам, если у меня будет перебора крита, я поменяю печать повелителя. Ну, а также надо искать артефакт, который будет давать первую могучку, а вторым все же восстановление сил. Ну, можно, конечно, хп могучку, еще что-нибудь. Но третьим надо стараться брать либо восстановление бодрости и защиты, либо боевое преимущество, либо набор ОД. Как ты относишься к колесу стихии? Не использовал, не могу ничего сказать. 30% к урону баф на 30 секунд, откат 60 секунд в топе. Если к нему привыкнуть, это очень хороший как-то. Надо отбегать от пачки. Вся проблема в том, что когда ты его в пачке юзаешь, кто-то ворует это у тебя и твой бафик. Я очень люблю, чтобы у меня быстро набиралось ОД, поэтому печать истого мой выбор. Понятно. Ну, то есть ты раскачиваешься сейчас в основном восстановление сил. Ты хочешь разобраться? Да, потому что у меня есть кап мой крита, есть кап для ПВЕ проника. Соответственно, у меня 8500 проника сейчас 72% неучительность сопротивляемости. То есть мне остается кидать восстановление сил и могучку. Давай, знаешь, раз уже заговорили за восстановление сил, крит, могучку, расставь по приоритетам, с первого по пятое место. То есть приоритет. Вот обязательно, допустим, например, первое место могучка, второе место восстановления сил, третье вампиризм или оборона, парирование. Как ты расставишь? Ну, могучка, пока у вас нет капа, шанса крита и проника, который вам хочется. Не, ну, человек взял 70-й, у него поменял новый шмот, в этот шмот нужно вставить камни. Оборона в оборону, ну, допустим, или в атаку могучка. Вот именно что ему ставить? В какие слота? Если у него нет ластмаунта, то нужен проник. В любом случае. И по мере возможности поднимать крит. То есть можно взять шмотки на крит, а все камни вставить в проник. То есть это две самые важные характеристики для дороги на первых парах. Могучка это третье место получается? Могучка да, на тот момент третье место. Ну, ты изменил, я смотрю, топороклюв, поэтому ты проник снизил как-то тогда, на более неизм. У меня были все камни, все камни абсолютно на атаку у меня стояли проник, теперь у меня ни одного камня на проник. Потому что есть топороклюв. Потому что есть пароклюв. брать соответственно шмотки. Сейчас петы новые, ты не играл месяц наверное последний сейчас я тебя поймал, тут изменения ты уже увидел, да, стойла появились, лошадки появились, то есть сейчас на рынке зен можно купить на весь аккаунт какую-то из лошадей, скажем, дракона, сейчас очень сильно популярен, синий дракон, старожевой, который дает 2000 могучки каждому персонажу на аккаунте. То есть какого бы ты перса, если бы тебя не было топороклюва, какого бы ты питомца купил бы на рынке зен в первую очередь? Ну затрудняюсь сказать, я бы сходил конечно из своих характеристик, как на тот момент было бы, если бы не было топороклюва, соответственно у меня было бы всего 4000 могучек, соответственно у меня были бы другие камни соответственно другие характеристики были бы расставлены по-другому. Ну ты бы выбрал бы все равно что бы ты выбрал могучку, проникающую в руку. В первую очередь я буду выбирал бы в любом случае критический удар и проникающую в руку. То есть нет, смотри на перспективу, то есть ты меня видно не понимаешь. Смотри, ты берешь только, вот допустим ты прокачал сейчас твинка, еще одного плута, этого перекинул например в пвп билд, того оставил в пве билд, ну вот так например решил сделать. Что бы ты брал на того плута? Ты же это параклюва не перекинешь. Проникающий. Ты бы брал пета на проникающий урон. Чтобы в топе он тебя был освободил камни тебе под что-то нужное другое, да? Да, потому что проникающий урон в первую очередь. Если есть например у человека есть уже например там другой пет на крит или на драко или там варк на крит или вот как у меня у меня например на проникающий урон нет пета у меня есть критический урон шанс крита и есть у меня могучка что мне ставит лучше шанс крита на моего твинка Слушай не знаю я твои характеристики не видел У меня 40 уровня плут что мне на него брать Тебе вообще париться не надо Да там могучка по-любому там какой там крит если у тебя нет урона это ладно я утрирую ну допустим ладно в принципе ты сам сказал да первое место крит второе место проник третье место могучка из оборонных слотов просто приоритет оборона это вампиризм потом уже идет уклонение либо оборона что вам хочется у меня не на парирование уклонение раскачано потому что у меня есть неуловимость поэтому вампиризм затем оборона затем оборона затем парирование или парирование вообще не актуально парирование в принципе можно не обращать внимания у вас есть неуловимость это только если ты шепчущий нож тебе как бы я думаю там нужно выбирать либо вампиризм либо парирование на первом месте ну все понятно понятно оборона вампиризм вампиризм оборона оборона на втором месте еще расскажи мне такое есть у плута типа такого как у берсерка что там оборона дает молочку там проникающий дает молочку плата есть какие-то такие там навыки пассивки что даже не это разгоняет какой-то один из то другой я и может я конечно не замечал но такого нет такого нету в основном тут разгон идет из инвиза и чем меньше у противника хп тем больше по нему бьешь это что ты будешь себе смотри я я в принципе осматривать а 2785 а упа если нальчик закрыт один глаз то у тебя если все все фиолетовое данное ребята если знаете как говорят если у на вас все синие то есть синие артефакты синий шмот и камни там скажем 7 уровня то у вас 2000 упа если у вас все фиолетовые фиолетовые артефакты у вас двес половиной тысяч упа вот у тебя двадцать семьсот восемьдесят пять то есть это ты за счет того что ты три артефакта об даде рыжего цвета что ты будешь в первую очередь сейчас качать Я сейчас хочу апнуть до рыжего цвета ров. А из экипировки? Куда ты заливаешь рачки совершенствования? Из экипировки я стараюсь заливать в первую очередь в плащ, либо в оружие. Для дополнительного слота на атаку? Да. Ну, в любом случае, из экипировки надо оранжевыми делать оружие, пояс и плащ. Ну, пояс, да. Пояс объясню. Почему? Потому что, видите, пояс дает дополнительную силу. И если он прокачает до рыжего, он даст ему еще дополнительную ловкость. А ловкость это дополнительный тоже шанс крита. Плюс один. Да, и, соответственно, можно где-нибудь уменьшить крит. Да. То есть, я, например, я на берсе на своем, там тоже разброс такой же идет, сила ловкость уравнивая. Я, допустим, в первую очередь качал пояс для того, чтобы завысить себе именно характеристики. А потом уже качал оружие, чтобы завысить урон и открыть слот на атаку. Ну, и, соответственно, следующий качается, ребята, не в хенд, потому что там слот под оборону открывается, а качается именно плащик, потому что шея. Там открывается еще один слот на атаку. То есть, вы должны это понимать. По артефактам, в принципе, ты говоришь, боками сменять ничего не надо. Это три классовых артефакта. Их достаточно и сет Лост Маута. Смотрите, ребята, у него идет печать Истового на разгон на Д, да, для, ну, активного слота, скажем так. Потом печать Повелителя. Это печать Волшебника Повелителя, Волшебника и Охотника печать. То есть, для этого вам нужно будет, чтобы сделать такой же самый разброс артефактов, вам нужно будет прокачать еще помимо плута три персонажа до 60 уровня. В частности, Клирика, Мага и Охотника. Чтобы у вас был такой же самый разброс артефактов. Что ты посоветуешь так от себя заменить, если человек не хочет качать венков? Вот у него один плут, ему достаточно. Ну, тут просто все. Главное, чтобы в артефакте были недостающие вам характеристики и желательно могучие. На третий параметр можно не обращать внимания, пока вы все себе не сделаете идеально. Ну вот, я скажу от себя, что, в принципе, сразу что бросается в глаза, печать Повелителя можно заменить на фонарик, который вам дается еще на 30 уровне. Почему? Потому что там тоже идет могучка, вероятность скрит, и там вроде бы еще бонус боевому преимуществу. Я точно не помню. Вот. Что ты скажешь о своем классовом артефакте? Почему ты его не носишь? Ну, потому что там нет могучки. Нет могучки. Ну, временно тоже можно пока мезда его поставить. Ребят, подбирайте по характеристикам, подбирайте себе артефакты. Но напомню, кто не знает или другие видео не смотрел, что изначально вы можете по достижении 70 уровня заработать на своем персонаже себе 3 артефакта. Первый артефакт, это идет на выбор. Советуется, конечно, дамагеру брать светильник. Так, это там подземелья вас пошлют, там найти артефакт древний в Курганы, там где затопленный берег, сейчас когда там подром называлась локация. Ну, короче, туда отправляют. Там вы берете себе светильник, выбираете. Ну, или вода, или книгу, там в зависимости от класса. Вода это там танкующим больше, а так обычно светильник берут себе дамагеры. Второй артефакт, вы на 60 уровне, вам дается склеп девятки. Вы просите, чтобы вас кто-то протащил, потому что самому туда тащиться я не советую. Это будет часа два-три, вы будете проходить. Хотя в инвизии, может быть, рога и плуты проползет, там до последнего босса. Вот. То есть вам дается классовый артефакт, это будет плута. И третий артефакт, это на 60 уровне так же самое. Вы начинаете в протекторате брать квесты. Там стоит страж такой, да, на лошади. И у него там девять глав проходят. И вам дается на оборону артефакт шлем Бриона, вроде бы называется он. Вот. В принципе, эти три артефакта у вас будут, их там впервые вам хватит. Вы их качните до синего цвета обязательно, можете и выше качать. Потому что эти артефакты, ну, кроме плута, да, плута до синего, я думаю, достаточно. Дальше его не развивать, потому что он не вольется у вас в другие артефакты. А светильник, если он даже вам не нужен будет потом, и шлем, вы сможете влить в другие артефакты. И, соответственно, улучшить их. Далее, далее на 70 уровне вам обязательно нужно заработать себе на сет Лос Маута. Это маст хэв для дамагера. И, соответственно, дальше развивать уже своего персонажа, как мы и говорили. В первую очередь, проникающий урон. Чтобы повысить, повысить свой прямой урон, да, чтобы вы пробивали броню. Потому что так как у вас нет проникающего урона, вы будете просто не пробивать, не носить урон свой. Да, вот эти из инвиза криты, из инвиза разгон могучки, который у вас будет, как бы показывал, да, на ежедневке. Будут просто не пробивать броню и не наносить тот топовый дамаг, который вы хотите увидеть от себя. Соответственно, дальше вы разгоняете их шанс крита хотя бы до 50%. Это вот, как в этом варианте, 10 тысяч вам нужен. Это, соответственно, Айон и камни на крит. Проник на крит и сама экипировка. Экипировка артефактов вам, в принципе, уже дадут, типа, там, желаемые 10 тысяч. И камни можете ставить пока на проникающий урон. Далее, соответственно, вы уже разоняете себе могучку. То есть вы уже сами по своему балансу посмотрите, когда вы уже более-менее раскачаете до 2,5 персонажа. Вы сможете уже более-менее понимать этот класс, понимать его ротацию, скиллов. И, соответственно, сможете менять себе уже то, что под себя подстраивать его. Далее, давай сразу, пока мы на камнях смотрим на оружие, скажи, бродяга, камень-душа или что у тебя в броне? В броне-душа? Ну, для пвп другие камни, естественно. Душа, почему? Потому что на тебя времени нет в данже, чтобы тебя поднимать. Вообще, ты должен поднимать. Если ты умер, ты виноват сам. Ну да, она тебе спасает. То есть ты даже если это прошляпил, да, что-то там не заметил, тебя раз, сразу поднял, а ты кувырком ушел, отошел, там, отхилялся. Я смотрю, у тебя даже она опнутая на восьмой уровень. То есть она тебе там... Да, ну я ее буду опать. Будешь опать ее, да. В любом случае. И оружие? Оружие, мощь. Сказочная мощь. Ты новый камешек, кстати, не рассматривал, он дебафает цель. Ну, а толку? Тебе нужен дамаг от критов, а ты бьешь всегда критами. Ну, там тоже подвязка идет. Ну, в принципе, как и практически любому дамагеру, который подвязан на крит, который подвязан на сет Лос Малта, желательно сказка. Она у тебя какого? Одиннадцатого ранга? Или двенадцатого? Одиннадцатого. Она одиннадцатого, но прокачивание, не хочется ее опать. Ну, у меня сейчас тоже я десятую себе сделал, и не знаю. Пока я себя под ее не собираюсь, у меня есть другие камни, которые с десятого на одиннадцатый. Там результс надо дико. По деньгам тоже эти католики сейчас не купишь зеленые, это, конечно, сложно. Да не то, что зеленые. И синие-то за Тарламуна, я смотрю, нельзя купить. А, сняли, ты не знаешь, да, убрали, убрали. Раньше было все проще. 500 тысяч стоит этот. Сейчас просто рынок Zen здесь дико обвален. Я не знаю, почему администрация до сих пор ничего не делает. Там уже по 2 миллиона подошло этих покупка Zen. Я не знаю, но это отдельная тема. Это такое, не связано с нашим гайдом. И давай уже тогда будем подводить итоги. И расскажи нам, мне немного нет, по питомцам мы не взяли. У тебя что сейчас? По питомцам, в любом, ну как, у меня активный стоит дайон. Вполне возможно, под конец, ну, в последующем я поменяю его на волшебницу Zen Tarima. А, и уберу его, как бы, в сундук до лучших времен, мало ли что. А, другие, это уголек, у меня так называется, огненный архонт. Водный архонт, Ирине, для 10% критическому урону, это очень важный показатель. Водный архонт на 5% больше урона целям, которые не полный запас здоровья. То есть, практически всегда с первого удара вы наносите больше урона. Не полный? Водный? Воздух, 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 воздух. Воздух, воздух, воздух. Потому что ты меня что-то даже сбил, я думаю, водяной он же вообще трешак. Да, я просто забыл. Для оберегов он создан, скажем так. Огненный архонт наносит целям с меньше половины здоровья, больше урон. То есть, если учитывать все наши навыки, то есть, то, что он 25% больше урона, чем если упало ниже 40%, 25% если 30% и так далее. То есть, очень хороший плюс выходит с этого. Ну и еще один у меня активный спутник стоит, это архонт земли. То есть, первый удар по целям на 6% больше урона. Его я в любом случае буду менять, пока не решил на что. Нет, подожди, а архонт земли у тебя стоит? Да. Но он дает при полном твоем, в полном хп, ты наносишь больше урона. А, да. Что-то ты запудриваешь мне мозги, слушай, ты реально на воде читаешь, что там написано, а не то, что у тебя в голове. Ты воздушного называл водяным, а когда начал говорить про земляного, начал озвучивать водяного, понимаешь, первый удар. То есть, допустим, у меня на этом, на моем берсе, у меня стоит земляной. Почему? Потому что у меня, в принципе, всегда фулл хп, да, плюс еще топуляция. Ну, у плута также, примерно. Да, то есть, за счет этого я наношу больше урона. Воздуха, да, воздуха. Можно еще огня поставить. У меня мастер осады, можно вместо мастера осады ставить огня. Почему я поставил, допустим, мастер осады? Он постоянно дает плюс 4 к урону. Даже уже я говорил, что этот плюс 4 в крепости плюс 8. Отрисовывается сразу на скиллах. Ну, это он апнутый, он там 3 плюс 7 дает. Вот. Но он дает постоянный, понимаешь, баф. А вот Дархонт, он дает после 50%. То есть, до 50 ты больше не бьешь. Там сколько? Он 5 дает, да, у тебя вроде бы, ты говорил? У тебя фиолетового цвета или синего? 7% он дает. А, 7%, но после 50, понимаешь? А до 50 ты его, получается, он не работает. Ну, то есть, это такие условные... Ну, смотри, тоже. У меня же идет от навыков очень большой плюс. И в совокупности он выходит чуть ли там не 80% больше урона наношу. Не, знаешь, просто очень многие подматывают себя, подстраивают персонажа под первый удар. То есть, многие считают, что там первый удар, он самый важный. Да, почему даже некоторые ставят водяных Дархонтов. Типа, вот я сейчас сразу бахнул, я себя настакал и дальше наношу урон уже стабильный. А главное, первый удар это, типа, выстрелить. Ну, у меня был построен на дуэлянте, а дуэлянт это тикающее умение. То есть, у него очень много урона наносится с дота, грубо говоря, а все остальное прилагается к нему. Даже если проверять по статистике нанесенного урона, есть способы, то можно увидеть, что у меня будет на первом месте дуэлянт. Потом будет гибельная тень от палача. И еще, знаешь, что мне скажи, по дарам бегло, потому что ты мне начал скрины скидывать, я сказал, не надо скрины даров. На что акцентировать внимание людям, которые дары компании качают? Просто так скажи, на атаку, на оборону, на этот, на что? Могучка, крик, ну, в некоторых моментах ОД, ХП не надо, то есть урон, урон, урон. Урон, все на урон. Если там где-то перескакивает на оборону, то вампирик, вампирик, правильно, там есть 11 где-то, да. Вампирик, как я у себя оставил, вампирик, вампирик обязательно должен быть, это отхил. И дальше, еще знаешь, что хотел тебе сказать. Есть нюанс по дарам. Ага, говори. Это у нас будет кольцо ужаса, компания, бесконечное пожирание. Сейчас у меня стоит безумие, 50 стаков безумия, то есть, который дает 4000 могучки и так далее. А когда у вас, если вы вдруг хотите качать вампиризм, и у вас будет больше 15%, есть смысл ставить бесконечное пожирание, почему? Когда вы наносите урон в дуэлян, то у вас постоянно идет урон, и его очень много, и он очень маленький. То есть, также большой прок, то что, большой шанс прока бесконечного пожирания. То есть, за место 5000 вы будете ставить по 15, и много-много-много раз. Также, очень большой нюанс именно в прокасте. Если я как бы скинул раскладку, люди ее посмотрят, но как ей пользоваться, они не знают. Ну, смотри, у тебя вероятность вампиризма 6,7%. Ты говоришь, 10 и выше 15. Да, так я уже только начал. Ну да, 10-15. Я, насколько знаю, вот я по своему персонажу смотрю, что я даже выше 10 я лезть не буду вампирика. 10% уже вполне достаточно, чтобы там, скажем, каждый пятый удар у тебя отхиливал. Ну, я не знаю, пока у меня 6%, посмотрю. Я думаю, даже 6% иногда достаточно. Ну, если... Ну, смотри, теки-ти-ти-ти-ти-ти-ти, тебе как бы вампир, может тебе не срабатывают. Ты же берс, ты же берс, у тебя оборона разгоняет могучка, а мне толку нет. И лучше всегда быть в полном хп, чтобы архотция не бьют. время так меня практически не бьют а если бьют у меня как бы уже привычка включать не неуловимость и или номера я до спарирования даже в пассиве 33 процента я смотрю да у меня нами на минимуме например на таких боссах как дракон и гильдейские как они что-нибудь под себя плюют у меня уже как бы выработалась что я в последний момент делаю кувырок и меня даже не относится отталкиванием не то что уроне на ночь ну то есть вампирик нет не вампирик это просто уклонение виду качать то есть вампирик а ну да то есть от хил от хил то есть и в капа нету чем больше тем лучше конечно ну и давай уже что нибудь от себя потому что 40 минут мы пишем так до 45 дойдем где нибудь и думаю но и от себя могу добавить только проказ как бы правильный проказ это хорошего урона если вы беспорядочно будете умение южить то можете не добиться ничего то есть обычный проказ это как бы . инвиз ошеломляющий как ты вообще советуешь этот класс я например я не люблю честно скажу не люблю плуту плутов ловкачей и сейчас на них особо никто не ориентируется и как за дамагеров если честно не особо считают если человек умеет играть и понимает что ему нужно делать он вполне неплохо будет уронов знаешь как сейчас говорят мах или там берс вот это дамагеры хантов и рок не сильно ли наверно это связано что там наверно спорта я на полна плотно визе какие за именно из-за пвп роки не любят может они по всегда по невизе откуда ночками где стреляют 10 и поэтому книгу это знаешь это я раньше играл в игру властелин колец онлайн и там были тоже типа инвизны и там были эти тоже были плуты и визны а противоположно с ним были варги они тоже в инвизе лазили и у там была пвп локация такая там этих варгов не любили их крысами называли как тут плутов называют не знаешь нет я не обращаю внимание мой класс самый лучший если они путь самый лучшим я не буду за него игра понятно от венки у тебя есть я так понимаю гелири у тебя есть уже нет у меня почти каждый класс камер паладина есть это чисто для для молитв ну я же говорю как минимум шестьдесятых уровня то есть три персонажа раньше раньше не было когда запрыгивали к этому куда даже не бога на я просто как бы у меня прокачано был берс и маг до 60 до топа когда-то топовый уровень был шестидесятым вот именно с того у меня артефакты так мы принципе будем заканчивать тогда ребята то что мы хотели рассказать все рассказали если у вас будут вопросы именно по пвп вешному билду по этому билду то пишите в комментариях я там буду если что в бродяги консультироваться писать ответы будем или бродяга заглянет там пару раз вот если у вас есть какие-то доработки есть какие-то скажем так полезные советы то пишите тоже обязательно все рассмотрим по тестим по лошадкам мы не говорили так как я уже говорил что бродяга не играл около месяца витим даже про тут про не знал что этих за турмалоны убрали катализаторы вот так что человек не играл сейчас он уже осмотрится может быть возможно мы и он апнет до 3000 выше апнется и мы уже сделаем вторую часть вторую часть этого видео уже с дополнениями с потестим с лошадками все как положено будет и там до расскажем уже больше и ответим на вопросы которые более там соберутся под этим видео обязательно ставьте палец вверх подписывайтесь на канал кто еще не подписался смотрите другие наши ролики очень много полезной информации на канале и будем стараться ее добавлять делать больше этой полезной информации с конечно же с вашей поддержкой кто хочет дополнить что-то или друг по другому билду по другому билду рассказать ну то есть в таком режиме интервью рассказать свой билл показать как играть то в принципе милости просим связывайтесь со мной в игре или пишите мне на почту вконтакте вот и свяжемся только обязательно как я уже говорил других видео ребята старайтесь где-то от 3000 ну что было все серьезно они догнаете что 69 уровень пишет я расскажу вам как играть в пвп такое часто бывает не пишет но это ерунда это не рассматривается так что если вы хотите помочь если хотите помочь развитию канала то пожалуйста связывайтесь пишите комментарии подписывайтесь лайкайте видео это все способствует развитию канала ну и в принципе от меня всем пока бордя говорит пока я остановлю видео пока пока да увидимся